Петёню. Е. Я нажал его рукой, нормально это вообще? Я снимаю свою кандидатуру. Вау. Ис. О, гаддэм. Это бесчеловечно. Уууу. Ааа. Что-то такое. Это грусть какая-нибудь. Ваши ответы это грусть. Наши телезрители, пожалуйста, простите нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Андрей. Вот я здесь, такой красивый. Я Саша, меня никто не знает. Да, это Саша, вы его все узнаете, он очень классный тип. Мы тут вообще для чего собрали? Мы... Пред, 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 какой праздник мы предвосхищаем? Предпраздничный предпраздник. Оливьешка у всех нарезана, бусербродики вот это с тремя икринками и вот таким куском маслом, значит, накладено. Газировка налита. Значит, у нас есть чаек, нью-йер соксис. Петеню. И вот этот вот полусфера. На самом деле в этой комнате присутствует три... Не, ладно, два с половиной человека. Ладно, два человека и еще кое-кто. Хей, Мувик. Приветствую. Вы на канале Вока Вока. Я интерактивный помощник Мувик. Хотите услышать правила игры? С большим удовольствием. Давай. В Кинобаттле вас ждет пять раундов с вопросами на тему кино. В каждом раунде вы зарабатываете призы. Заберет свои призы тот, кто победит в финале. Ты знаешь фильмы? Смотрел ли ты фильмы? Да, я смотрел фильмы. Доводилось? Один. Какой твой любимый новогодний фильм, если такой есть? О, и самый нелюбимый новогодний фильм. Есть, который прям раздражает конкретно? Да, один дома. Отпустите Макалея Калкина, пожалуйста. Ну что, Мувик, давай. Заряжай, Мувик. Раунд первый. В первом раунде я покажу вам стоп-кадры из кинофильмов. Вам нужно назвать их. Игра началась. Я нажал его рукой. Нормально это вообще? Это, подожди, это голова Джареда Лето? Да. Класс, в бойцовском клубе. Но ты же не нажал на кнопочку. Это полуголый Джаред Лето. Очень культовый. Его, по-моему, звали Ангелочек. Или как-то так в этом фильме. Это бойцовский клуб. Да. Все, хорошо, я не буду тебя толкать. Ой, что это? А, есть контакт. Подожди, давай. Подожди, это уже задание, да? Да, да. Это стоп-кадр. Это Monkaz игра. Ноп. Или Doom. Не, Step Hill, M Street. Я не знаю, все. Это Дорбель. Ларс Фуан Триер. Класс, видишь, ты говоришь. А я думал, у меня нет шансов. Ты слишком умный. У тебя есть шанс. Ты слишком умный просто. Нормально. Я слишком расторопный. Так говорила мне моя бывшая. Как бы скорость иногда это тоже. Ну, это Dump and Dumber. Тупой еще тупее. Первой или второй? Это, судя по возрасту актеров, первая часть. Такое еще тупее, да. Вторая часть была прикольная, но такой не очень. Ходят слухи, что, по-моему, они собираются снимать третью. Возможно. Но я не хотел бы. Крешный отец Три. Нет! Да ладно. Это Аль Пачино играет слепого Челика. Значит, он... Как же он называется? Я не помню, как он называется. Я пас. Я пас. Запах женщины. Точно. Точно. Вот почему мы не могли вспомнить этот фильм. Потому что мы не знаем запаха женщины. Как пахнут женщины? Напишите в комментариях. Я не знаю, зачем я это сделал. Я снимаю свою кандидатуру. Короче, это фильм про «Энигму». А! Это... «Игры разума». Итого 2-2. Зачем нажал? Не знаю. Так, это кино классное. Наверняка. Наверняка. Там же Стив Бушеми, амбассадор «Ныжков под глазами». Я не знаю фильм. Все, я погорячился. Мне стыдно. Ужас. А я не буду угадывать. Фарго? Я не смотрю. Надо его пересмотреть. Я очень давно его смотрел. Дом Гуччи. Ну да, Леди Гага. Ну, это богемская эпизодия, очевидно. Нет, это мистер Роберт. Это шедевр. Я очень люблю этот фильм. Я его смотрел раз в 70, наверное. Но ты был быстрее. «Что мы делаем в тени». Да. «Чем мы заняты в тени?» «В тени» или «Очень плохая локализация реальной упыри». Да. Ты знаешь, что у него есть два спин-оффа? У него есть сериал. У него два сериала. Есть сериал «What we see in the shadows», конкретно про них, ну типа дальше про вампиров. И есть спин-офф про двух копов вот этих. Да. Это реальная любовь. Как бы это ни выглядело. Не, реальная любовь классное кино. Да, реально классно. Раунд завершен. Александр, пять баллов. Андрей, один балл. Андрей, три балла. Вау. Андрей, ваш результат как один дома шесть. Ужасно. Александр, выбирайте свой приз. Хорошо. Все призы я заказал в онлайн гипермаркете 21 Экбай. Они самое интересное засунули по-любому где-то. У меня вот всегда интрига. Либо самое интересное на глубине, либо наоборот, знаешь, автомобиль сверху. Что там? Давай. Беспроводные наушники. How low? То есть они без проводов? Да. Мувик, неужели это реально? Наушники без проводов? Такое возможно. В наше время все реально. Вау. Даже я. Раунд второй. В этом раунде вам нужно назвать фильм по актерскому составу. О, отлично. У меня с фамилиями полный провал. Три, два, один. Давай. Ноль. Минус один. Минус два. Команда лени побеждает. Мувик, ты смешной. Поехали. Ага, хорошо. Пусть это будет Бэтмен. Блин, ладно. Нет, но это было близко, потому что Николсон играл в Джокера, Девитта играл в Пингвина. А, о, это пролетая над гнездом кукушки. О, гаддэм. Ну, а этот опять засчитан. Так. Эдрири, значит, Сандра Балок, Энн Хэтэвэй и четвертая талантливая актриса. Это могут быть... Кто же это... Мстители. Вообще, есть супергеровское кино, где были одни девушки, и это очень похоже на то. Пусть будет маленький женщина. Четыре свадьбы, одни похороны. Вау. Я пас, короче. А я уже пасанул, да? Нет, я пасанул. А, боже. О, боже, ты мой. А это считается фильмом, да? Да. Уф. А, кажется, Король говорит. Йес! Блин. Ах ты, пес. Я не узнал актеров. Да, классная экранизация, классный фильм. Это Иллюзия обмана. Еще одна, кстати, классная локализация. Хорошо. Потому что в оригинале он называется какому-то по-другому. Да, да. Теперь ты видишь. Теперь ты меня видишь. Ах ты! Самый быстрый революбер на Диком Западе. Это маленькие женщины. Это потому что они маленькие или потому что они женщины? Потому что они женщины. Это Голодные игры. Я надеюсь, не нужно часть угадывать. Там просто по Води Хармсу. Ну, все понятно. Ну, вообще, я, конечно, по... По Олени Кравицу. По Олени Кравицу, да. Ну, пускай будет голограмма для... Как это? Султана. Как это называется? Голограмма для царя, по-моему. Кот да Винчи? А, да. Ну, вот это может быть. Инферно? Ну, тогда... Подожди, что там третье было? А третий разве был фильм, я не помню? Инферно... Так, ладно, давай все фильмы... Ангелы и демоны. Так, все фильмы с Томом Хэнксоном тогда. Это не изгой, это не терминал, это... Подожди, подожди. Форест Гамп? Нет, не Форест Гамп. Зеленая мили? Пас. Пас. Вам письмо. Я не знаю такого фильма. Пляши. Положите, пожалуйста. Это... Бесславные ублюдки. Блин, так быстро, это быстро. Я проиграю сейчас. Не надо... Давай победами. Это... Кристиан... Подожди, Кристиан Бэйл и... Слушай, ну напрашивается сразу КВМ-ошная история, но это не похоже на КВМ-ошную историю. Я позволю тебе ошибиться. Не отверженные, отверженные там были... У меня... Нет, там не было... Там Рассел Крова был. Там Рассел Крова был. Мне было Йоханссон. Это... Да, я... Класс. Прести... Точно! Я забыл, что там... Про Эльзионистов. Да, 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 да. Телохранитель. Да, блин. То есть твоего поколения. Я... Спасибо. Ах ты. Раунд завершен. Александр, два балла. Андрей, пять баллов. Вы даете слишком много правильных ответов, Андрей. Докажите, что вы не робот. Я буду показывать вам фото котят, а вы должны расплакаться. Это бесчеловечно. Между прочим, с твоей стороны. Как, понимаешь, какой многоуровневый каламбур? Я роботу говорю, что это бесчеловечно, а? Обожаю объяснять свои шутки. Андрей, а теперь выбирайте приз. Так, ну что ж, пойдем по логике Саши. Нет. Вог Тефаль Перформа. Вог, знаешь, что такое Вог? Вог. Это глубокая... Не Вог, а Вог. Это глубокая тарелка. Это классно, кстати, я люблю готовить. Ждите. А, Вог. Вог, да. Ждите в 23-м году на ВОКО ТВ кулинарный проект с Андреем Вогом. ВОКО ТВ. ВОКО ТВ. ВОКО ТВ. ВОКО. ВОКО ТВ. ВОКО ТВ. ВОКО ТВ. Я нормально затидерил, да? Теперь у вас нет выбора, придется снимать это шоу. Играем дальше. РАУНД НОМЕР ТРИ. Давай. В третьем раунде я включу вам аудио отрывки из кинофильма. Жмите на кнопку. Если угадали... А если не угадали, не жмем. Хаймувик. Хаймувик. Приветствую. Начинаем все сначала. Первый раунд. Хаймувик, скажи, пожалуйста, а это саундтрек или это просто аудио отрывок? Это аудио отрывок. Спасибо, Хаймувик. Это аудио отрывок. Спасибо, Хаймувик. Не за что. Играем. Виноград, затем джем, потом идет горчица, затем... Друзья. Малина. Друзья, друзья. Это, мне кажется, по переводу слышно. Этот преступник 20 лет изводил нашу семью. Он авантюрист и мошенник, который наживается на слабоумных старых дамах. И, вероятно, их трахает. Я сплю со всеми друзьями. Он сейчас спит со всеми друзьями? Я так думаю, что у Мувика очень специфичные вкусы. Хаймувик. Мувик. А тебе можно уже смотреть такие фильмы? Приветствую. Больной ублюдок. Кто здесь? Я не знаю, что это. Ой. Это... Конечно, да. Я не знаю. Пас. Пас. Фа! Точно. Вот что знакомое. Да, и они там, бам, они когда сидели, делили имущество, не имущество, наследство. Наши телезрители, пожалуйста, простите нас. Я могу разгадать все его трюки даже с галерки. Это престиж? Это уже было, да, престиж. Это не честно. Это против Павел. Это же Властелин колец. Это Смигл. Это Голум. Ой, Голум. Смигл его звали. Подожди, Хоббит. Фак я. Фак я. Простите, я нахожусь. А можно мне... Я так громко. А можно мне... Хаймувик, а можно мне 0,5 балла за такую жирную подсказку? Можно кое-что с баллом. Я понял. Ну, конечно, Андрей, нет. Я ускорил время. Просмотрел варианты будущего. А, ну, давай. Это Мстители первые. Ой, нет, тьфу, 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 конец игры. А, ну, все. Мстители, конец игры, первая часть. А, это просто Мстители. То есть так намного проще всего. Ну, ладно. У-у-у-у, все у меня, все, шиша, все, шиша. Какая еще настоящая хандра? Ты не слышал настоящую хандру? Слушайте, парни, я за попсой не слежу, но я слышал про хандру. А я не говорю, что я не слышал, я спрашиваю, о чем она? Вы уж извините, что я не самый большой в мире фанат Мадонны. Лично я могу прожить и без нее. Ранние вещи, типа граница, мне нравились. Но когда погнала песни, типа, папа, не учи меня жить, я слушать перестал. Пусть будет карта, деньги, два ствола. Нет. Большая куш? Подожди, бешеные псы? Красиво, красиво. Это когда они еще сидели там в начале за столиком? Да, да, да. Вот, кстати, бешеных псов надо пересмотреть. Обязательно, вот. Отличное предновогоднее кино, кстати, бешеные псы. Лучше, чем один дома. Лучше, чем один дома. Ваши друзья утверждают, что вы такой резкий и раздражительный, потому что вовремя не женились. Значит, у меня плохой характер от того, что меня не окрутили. У вас такой характер от того, что вы до сих пор холостой. Так я и понял. Плохой характер, потому что меня не удалось окрутить. И вы, ничтожные подкаблучники, женатые отребья, смеете мне говорить такое? Укращение строптивого. Я думал, что это мушкетеры. На самом деле, начало дубляжа было такое, как будто бы советский фильм. Похоже на какой-то «Здравствуйте, ваша тетя». Земля и вода. Там внизу в избытке и того, и другого. Никто, ни перс, ни грех не смеет послу угрожать. Ты принес головы и короны. 300 спартанцев. А, ну да. Я у тебя в доме. Попробуй угадать, где я. Я могу. Это звонок. Нет, это крик. Блядь. Ой, блин. Это не крик. Это очень страшное кино. Да. Это вот вы, конечно, вот это. Завертели. Многоходовочка интересная. Они простукивают лапками каждый орех, чтобы убедиться, что он не испорчен. Вон, смотрите. Чарли и шоколадная фабрика? Да. Когда они пришли на экскурсию. А ты знаешь, что в Чарли и шоколадная фабрика все белки настоящие? Это не Сиджайка. Все белки настоящие. Их реально дрессировали. Их там что-то 300, по-моему. Белка натуральная. Белка натуральная. Белка натуральная. Раунд завершен. Итак. А вот сейчас интересно. Интрига, интрига. Так, мувик. Александр, 5 баллов. Андрей, 4 балла. Вырвал, просто вырвал. Вот так вот взял, как Бэйн Бэтмена, так об коленку. Александр, вы, как Джон Уик, стреляете метко, даже не глядя. Андрей, у вас красивые бусы. Уже неплохо. Почему мы терпим унижение от этой машины вообще? Выбирайте приз. Ну, почему унижение? Бусики похвалил мамины. У меня? 21 век. Умные часы. Сайоми. Сайоми. Ну, у тебя какой-то просто беспроводные наушники, умные часы. Что дальше? Я боюсь, они сговорятся между собой. И вместе с мувиком в основном против тебя. Так, а думаешь, он почему это сюда подкинул? Я понял. Играем раунд номер 4. В этом раунде я предложу вам альтернативные афиши фильмов, которые я нашел в интернете. Жмите на кнопку, если угадали фильм. Это те, которые рисуют на кинотеатре вручную. Вот эти. Не, болливудские. Ну, давай попробую. Но. Вперед. Убить Билла. Форотгамп. Да, да. Все мы видели эти постики. Да, да. Классная кроссовка. Это этот, боже мой. Большой Лебовский. У меня есть даже татуировка Большого Лебовского. Вот, да, вот. Серьезно. О, где деньги Лебовские? Я токс. Это игрушечная история? Нет, это история игрушек. Окей, а кому мы отдаем балл? Потому что той истории. Андрей. Давайте нет. Ну, это несправедливо. Это несправедливо. Этот мир несправедлив. Зомби по имени Шон. Это Джон Вик. Четыре комнаты. Отель Континенталь. Я пас тоже. Бойцовский клуб. Да. Он ходил на терапию. Ешь, молись, люби. Ах ты, пес. Ну, мы не нравится наш этот синхрон. Да, ну так нечестно. Так нечестно. Он слишком долго. Кто хочет стать миллионером? Миллионер из трущоб. Что это такое вообще? Ну, программа называется Кто хочет стать миллионером? Уменижение. А ты в курсе, что фильм на реальных событиях про индусы? А ты знаешь, что вот в конце, когда вот они танцевали, это тоже на реальных событиях? Слабак. Люди в черном. Да, давай. А ты помнишь, для чего там? Ну, камон. Это миньоны. Но, возможно, это неверно, и это гадкий я. Вот. Но давайте первый мой вариант. Гадкий я. Ай, вот я... Ой, что-то такое. Ух ты. Это знаешь, как вот у психолога. Да, да, да. Показываю, что вы видите на этой картинке. Я вижу какого-то супергеройский значок какой-то. Маленькие пазлы, бубка между ними. Пускай будет какой-нибудь... Как это было против Форда? Феррари против Форда или как? Форд против Феррари. Форд против Феррари. Не знаю, допустим. Пусть будет... Итальянские каникулы. Локи. Пусть будет... Почему Локи? Капитан Америка, блин. Не знаю. Все, я пас. Без комментариев. Абсолютно. На этом раунд завершен. Александр, 3 балла. Андрей, 5 баллов. Выбирайте свой приз. Та-та-та-та-та. Так, у меня есть сковородка, я бы хотел нож. Ну, давайте вот этот возьмем, например. Это вертикальный пылесос СВДК. 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 Декей. Как раз у меня есть пыль и нечем ее сосать. У тебя как раз есть... У меня есть вертикальный пыль. Вертикальное место, куда можно его поставить. Да-да-да. Сыграем в пятый решающий раунд. Так, если я правильно понимаю. Хаймувик. Приветствую. Мы сейчас в очень драматичном моменте. Два-два, и тот, кто сейчас выиграет, забирает подарки. Правильно? Совершенно верно. Класс. В этом раунде я покажу вам 10 мультперсонажей, которых нейросеть превратила в людей. Ваша задача – назвать имена героев. Начинаем. Давай. Это пусть будет Scooby-Doo, например. Нет. Это Мэк Гриффин. Но из Scooby-Doo... В смысле нет. Это не Мэк Гриффин. Симпсоны? South Park. Блин, это... Стэн Марш. Не, почему? Не, на Симпсоны я уже назывался. Не, на Стэн Марш – это же из South Park. Больше похоже, конечно, на чей-то фотошоп. Это из головоломки? Это грусть какая-нибудь? Ваши ответы – это грусть. Emotional damage. Мне грустно. Мне очень-очень грустно. Пусть будет... Все, как ты захочешь. Я пас. Пас? Ёшкин ты, кошкин, ничего себе. Неплохо. Хорош. Ладно, ладно. Хорош, все просто. Но это прям не очевидно. Мой пальчик впервые, как будто бы. Так. Это не Знайка? А, нет. Да, ладно, я думаю, это Баратино. Ну, фу, хорошо. Хотя была версия где-то еще Питер Пен. Очень, кстати, похож. Это Маугли. Блин, да. Это все по советским мультикам, смотрю. Судя по всему, да. Почтален Печкин. Ну, он такой, вау. Ну, это прикольно. Очень классно нарисовано. Это прикольно. Старуха Шапокляк. Нет. Да. Наушники нет. Я их потеряю сейчас. Карлос. Ну, это похоже больше... Чувак, кстати, похож. Знаешь, на что? На Кавказскую пленницу. На главного этого. Ну, плохиша. Если я был Шултан. Тайна третьих планет. Как его звали? А, ну, он похож на... Да, вот. Ну, я же... Ну, как... Зеленый его звал. Это зеленый. Это Муми тролли. Это водяной. Точно, блин. Да, 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 да. Ладно, это... Летучий корабль, мультик. Как это? Как же ее звали, ты, принцессу? А, вау. Любава? Да. Это... Нет, это из древеских музыкантов. Я вот думал... Камон. Думал... Ладно, кому? Принцесса. Мне, ну, в смысле? Твои пальчики были. Так, давай, давай. Вот, да, вот ты... Опять? Гадкий я у меня забрал. Хорошо. Не хочешь быть гадким? Нажал твоими пальцами. Ну, это явно Баба-Яга какая-нибудь. Не знаю. Это... Снежная королева. Жена Грю. Елена Воробей. Ага. Просто разрыв. А, это бременские музыканты. Точно. Говорят мы беки-буки. А то манша. А то манша. Так, интрига. Что-то мне подсказывает, вот у тебя счастливые бусы сегодня. Скажи, а хей-мувик, а можно обменять подарок на другой подарок? Можно поменяться подарком? Не то, чтобы мне нужны беспроводные наушники, но и вертикальный пылесос некуда класть. Раунд завершен. Александр. Четыре балла. Андрей. Шесть. Пять баллов. Это победа. Андрей. Не желаете ли станцевать победный танец или спеть победную песню, как это обычно делают люди? Нет. Тогда выбирайте приз за победу в этом раунде. Команда оленей сегодня проиграла команде апельсин. Я бы хотел 45-дюймовый телевизор. Какой? Вот. Какой тут стоит. Та-дам. Это. Во! О, это, кстати, хорошо. О, это, кстати, спасибо. Это. У меня набор домохозяйки. В общем, в целом. А там еще? Да, нет, у меня отпариватель Филлипс. Я просто, я уезжаю домой со сковородкой, пылесосом и отпаривателем Филлипс. Перед Новым годом люди пишут письма старому мужчине по имени Дед и фамилии Мороз. Вау. Люди такие забавные. Я пишу в онлайн-гипермаркет 21-й век Бай. Там более миллиона подарков и доставка во всей Беларуси. Вам, Александр, доставили утешительный подарок. Коробку. Новогоднюю елку. Утешайтесь. Только аккуратно и чтобы никто не видел. У меня будет больше новогоднего настроения дома, чем у тебя. Потому что у тебя будет пластмассовая ель или коробка из-под ели? Коробка и ель. Я в преддверии Нового года хочу поздравить себя. Я молодец. Так держать. Только вперед. Андрей, все получится. Ес. Напиши в комментариях, если согласен со мной. Если ты Андрей. С Новым годом! Смотрите классное кино и приходите на лапшу. С праздником! Увидимся в следующем году. Игра завершена. И вселенная схлопнулась. С наступающим Новым годом! Джингл Беллс! Джингл Джингл Беллс! А теперь вопрос для тебя. Что за фильм я загадал? Пиши скорее ответ в комментариях. Кто первый ответит правильно, тот и забирает свой подарок. А все самое интересное смотри на видеосервисе ВОКО. До встречи в следующем выпуске.